запись пошла сегодня у нас 14 апреля софия расскажите нам почему вы к нам обратились да вопрос конечно интересный первый раз когда у меня произошло вот мое освобождение я такая счастливая была такая радовалась ну и думаю группа тут в медитации все такое но никак не ожидала такого подвоха лена нас так всех подвела это что-то я сначала то ничего но работала над собой продолжала как все велено было так и делала а потом на меня начались такие атаки я вообще я я не понимала что происходит сначала во время медитации я увидела огромный глаз и он на меня вот так вот смотрел я напугалась такая думаю ага ну может быть так и должно быть потом проходит опять немного времени я на много на медитации то не было никак не успевала как будто мне кто-то не давал и тут вдруг успеваю я такая счастливая улеглась атака а ночью мама дорогая я проснулась от такого вообще уже несколько ночей такое было такой нервоз сначала меня всю корежит все мое тело ноги ну все я думаю да что это такое я проснулась и говорю спать надо ты чё ты чего-то в доме на занервничала я закрываю глаза и вдруг я вижу перед собой целый рой а в середине такая гадость я не знаю она похожа у нее глаза как муравья и она пасть открывает а у нее ноги ну не знаю как у осьминогов там вот такое и они вот она как-то шипит вот так и на меня а я пытаюсь убежать и я думаю надо что-то делать я открываю глаза опять закрываю то же самое я такая кричу уже во вселенную кто-нибудь помогите мне потому что паника произошла я растерялась а не знала что делать и вдруг увидела два луча что это было я не знаю и потом я лежала с открытыми глазами и все думала укусила не укусила на меня что произошло вот как уснула потом не помню у меня головные боли нет ни одного дня чтобы я ложусь и просыпаются голова болит начались взрывы в голове вот взрыв такой и сердце начинает сильно колотиться я не понимаю что я соскакиваю и не знаю что это такое у меня после сеанса вот как первый когда прошел вроде бы стихла а потом опять началось а я опять маяться начала потом давление то низкое то вообще упала то высокое давление скачет глаза не понимаю что происходит глазах как пелена и иголочками много тысяч ты прямо колит я я не понимаю что это такое потом а раньше видела сны а потом они куда-то исчезли вот нет снов потом я говорю я возвращаюсь себе свои сны хорошие сны и все такое у там стою чуть-чуть припоминаю но что-то такое темное не хорошие не ничего не помню дальше и один раз я заметила как утом я вот в альфа состояние как века говорит я вроде сплю и хочу проснуться и я увидела щелочь кустам света а шторка шерма вот так закрылась темнота и опять ничего не видела и до сегодняшнего дня и это все мгновенно забываю еду однажды на машине и ни один нас это было и у меня такая паника я не понимаю где я нахожусь и куда я еду что случилось и я у меня паника сразу я такая испугалась и думаю боже мой остановиться куда я еду потом а раз у меня все нормализовалась второй раз я ехала с лерочкой я левочка я я не я не знаю куда мы едем на бабуля ты чё и у меня раз опять подсветление в общем непонятно что это такое я хотела бы чтобы вы убрали вот этот вот эгрегор кашпиаровским я там вопросах не написала но забыла что ли его и еще века я не знаю что это правильно неправильно была какая-то медита нет это не медитация канал какой-то смотрела и там была галактическая федерация света и там говорили что нужно значит это вот эти светлые силы призывать только тогда они могут помочь и я какое-то время делала потом я бы делала медитацию мильхи 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 дэк ну в общем вот и и я думаю ой какая медитация я думаю это я забыла прошлый раз тогда сказать вы про нее и думаю не навредила ли она мне я хотела бы чтобы вы это посмотрели потом язык у меня на языке я не могла не говорить не есть что-то у меня были такие раны потом какое-то где-то около полгода и все прямо из середины из боков она все как слезла потом я все перепробовала ничего не помогает а сейчас у меня опять началось на языке впереди ни с того ни сего раз образуются какую какие-то шишечки что это тоже мне непонятно я хотела бы чтобы ты забралась с этой гадостью нос нос не дышит ничего нет но не могу дышать однажды ночью проснулась от того что мне не хватает воздуха и я хватаю а все пересохло я побежала быстренько взяла воды глотнула мне полегче стало руки стали неметь ноги ноги холодные такая тяжесть ногах ноги болят вечером ложусь не знаю куда ноги сунуть они и горят и как будто бы на запястьях ногах ступни болят как будто там что-то вот так вот держит и это а вот еще что века у меня с левой стороны где лопатка три дня были какие-то шевеления вот вот что-то там шевелится как бабочки так порхают что-то я не понимаю что это такое я дома все углы собрала потом несколько дней не было а вот недавно опять началось вот это тоже не понимаю что это такое два дня с правой стороны вот где легкая как будто знаешь вот так полторы руки как будто что-то там при прилеплено я напугалась я наклоняюсь мне больно я разливаюсь не больно думаю ну наверно перед сеансом там что-то значит я давай опять все отсекать все это выкидывать все выбрасывать она раз утихомириться пройдет час другой опять начинается в общем я целыми днями только сижу откидываю отбрасываю и это в общем работаю над собой у меня было рейки три степени и я не знаю я какое-то время работала сама с собой но иногда юру он меня просил полечи меня так вот я хочу чтобы вот это вот все убрали и если я кому-то навредила там тоже со всех чтобы вот это все снялось еще я настаивала на крещение своих детей в внучку валерию оксану анастасию вот это я я не хочу быть ну а как это остаться виновата я вот это вот снять убрать века еще самое главное прошлый раз когда я на первом сеансе я очень просила лену чтобы она озвучила это но мои вопросы так и не были зачитаны я конечно расстроилась а мы когда были в болгарии мы ходили к одной женщине вернее моя дочь пошла но я думаю ну и я схожу потому что все грешили как будто бы я что-то там с мужем мужу чё-то делала я вообще никогда в жизни ничего такого не делаю но и она посмотрела так а ты ведь что-то делала я говорю нет я говорю был однажды слушай случай когда он был пьяный он гнался за мной и проклял кричал проклятие я ему остановилась и говорю вот пусть тебе все обратное вернется она а ну это зазеркалье ну ты хорошая женщина а я дурочка возьми и скажи ну это снимите с меня тогда я над яйца что-то в воду что-то там говорила все а про дочь анастасию вот это главное я видела очень плохой сон я никому не говорила я так боюсь боялась переживала и вот я это я рассказала она о его это вот тут-то солим отправим там молиться будут и все и она мне сказала в общем домой приедешь возьми фотографию яйцо туда воду с трех церквей пусть постоит там сколько-то дней а потом сожжешь фотографию это в унитаз вылез и на перекрестка выбросишь но так как сон был очень плохой я конечно пошла и я это сделала я хочу вот это все снять я сейчас то понимаю откуда это пришло да 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 отменить этот сон и это то событие которое я совершила никому не хочу навредить я хотела спросить ведь века тебя я не знаю можно это посмотреть или нет мы когда были маленькие у нас было у мамы пятеро и она когда разозлится она надо было вас ведре всех утопить ну я знаю нас мама очень хорошая была и она это просто со зла говорила но я-то все время думал почему она так говорит не нанесло ли это вот вреда нам и вот набор на будущее и конечно я ее прощаюсь и такое не хочу чтобы это ей было плохо там я хотела бы чтобы еще ну тарас озвучить чтобы всю информацию передали и маме розе и роберт у там у тебя есть вопросы вот мои все распечатал тогда хорошо тогда я не буду это озвучивать и самое главное а еще точно так же я сказала по поводу вот этой болгарки у нас маленький внук он видел ему было годика два и он ночью посыпался кричал и говорили там дядя там дядя стоит и вот она сказала тоже поставить под кроватку яйцо вот с этой с водой в общем моя дочь это делала я тоже хочу это событие отменить потому что я и все это рассказал рассказала и это если можно передать информацию вот настей а про дочь оксану почему у них нет детей врачи говорят все хорошо обоих и укрыл христа и у нее а детей нету и еще раз кому передать информацию про что акс оксане и христа его зовут мы его зовем кристо но он пишется христа ну да здесь написано да очень хорошо хорошо в общем нужно убрать все весь гипноз однажды мы уже делали гипноз от пьянки и этот мужчина захотел меня посмотреть не нанес ли он не вред вот это тоже все убрать все колдовство все гипнозы все убрать и еще лярву курения я забыла написать ну и все я думаю начнем хорошо тогда отключите микрофон пожалуйста я не знаю как нажимаете на экран или мышкой там появляются три да все отключили хорошо готова века сейчас я посчитаю от 5 до 1 ты расслабишься и и войдешь наше рабочее состояние 5 4 3 5 5 5 5 5 5 6 6 7 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 8 7 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 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 10 9 9 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 11 12 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 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 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 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 15 14 15 15 15 15 16 16 Каменная серая плита, вот в плиту держатся две стороны Елена, которая выглядывает с этого компьютера, но она вот так вот выглядит, как будто бы она срослась, как будто бы ее голова выглядывает вот отсюда, с этой сущности. Как будто бы она впечаталась в грудь этой сущности, просто выглядывает оттуда, а вся ее спина, это уже там, вместе все целое с этой сущностью. Хорошо. Так, нужно снять запреты на снятие. Мы это сделаем. На счет три будут сняты и уничтожены все запреты на снятие магии и колдовства. Один, два, три. Я вижу, что буквально как будто бы разрезается такой цветок и сползает три запрета. То есть вот эта черная энергия, которая считывалась в начале. То есть на каждое из этих воздействий свой запрет. Это непосредственно от магического, черно-магического воздействия. Потом вот этот дух, черный дух, то есть это сама матрица четвертого измерения. И вот эта технократическая человеческая составляющая, то есть это как бы я вижу, что два в одном соединенные технологии, компьютерные технологии. И они проникают в наше пространство через наши девайсы и технологии вот этих сущностей. А это все падает и накрывает, я говорю, София, чтобы она приказала, чтобы каждый, кто поставил эту программу на снять, защиту на снятие колдовства и магии, пусть себе забирает. Пусть себе забирает своими собственными руками, чтобы она объявила, что это ее пространство. Никто не имеет права устанавливать правила игры в ее пространство. Она играет по своим собственным правилам. От этого у нее энергосфера сильно увеличилась. Сейчас я говорю, что она может зайти в тот момент, когда она подписала контракт с ЕГЭ и расторгнуть его. Пусть зайдет за секунду до этого момента и напишет там «расторгаю» или «отменяю». Что захочет? Она написала красными буквами «расторгаю» и бросила буквально эту плиту в лицо ЕГЭ и оно полетело. Сейчас эта монолитная цепь, это все отломалось и падает. Ее рука освобождается и правая, и левая. И она с этой конструкции вся выходит. Я говорю, чтобы она повышала вибрации, приказала ЕГЭ убрать немедленно все ее программы, последствия, энергии. Также я говорю, София, что она может призвать карму, силы кармы нашей светлой вселенной. Насчет три Софии это сделает. Один, два, три. Ну, интересно, да, я увидела первый раз, так вижу, что буквально как будто бы кто-то прямо стоит и ждет, чтобы мы это сделали. То есть мы должны заявить свою собственную волю, потому что действительно наша светлая вселенная заинтересована в том, чтобы очистить наше пространство от этих гадов. Хорошо. Я говорю, чтобы она выталкивала все эти программы, вот эту шапку пусть отдает Елене, и это гнездо, пусть приказывает Елене своими собственными руками это все забирать, пусть забирает себе эти яйца в гнезде, пусть себе положит туда, куда их положили для Софии. Корму никто не отменял, также я вижу, что все эти бабочки, которые вылупились с этими пустыми яйцами, они тоже перемещаются к Елене. Она все перемещается, и Елена оказывается в таком черном пузыре, то есть карма, ей даже некуда карму слить. Я говорю Софии, чтобы она закрывала это все, но это не София делает, я вижу, что какие-то силы, я не могу их рассмотреть, они не показываются, но я вижу, что это как будто бы какие-то человеческие фигуры, которые помогают силой кармы. Они запечатали этот шар и уносят прямо в портал на уничтожение. Интересно. Ну это так, образы так идут. Хорошо, хорошо. Сейчас я вижу, что София отрушивает, так как будто бы снимает себя какой-то паутин. Я говорю, чтобы она просканировала все свое эфирное пространство, внутреннее и внешнее, и очистилась абсолютно вся от всех подключек, имплантов. Пусть все лишнее, что ей не принадлежит, выбросит в коробочку и в портал. Все крючки, зацепки, пусть все найдет и выбрасывает. На счет трех, сделай. Один, два, три. Я вижу, она сделала какой-то крючок, вытащила из своей душе и бросила в портал. Сейчас я вижу, что у нее душа открыта. Я говорю, чтобы она... Я ее спрашиваю, все ли ее части души на месте. На счет три ты увидишь, все ли части души Софии на месте. Один, два, три. Сейчас я вижу эту картину разделение белое и черное. И одна душа, одна часть, она светится белым. Она находится на черной полосе. И наоборот, та, что на белой полосе, она светится черным. Я считываю, хочу считать, что это такое. Считаем, что это. Я вижу, что это программирование, внутренняя программа, которая находится в... Вмонтирована в ДНК. Я вижу, что это внутренняя программа, которая находится вообще во всем теле. Это... Я слышу инстинкты. Парагигма поведения. Реакции. То есть реакции. Это буквально выглядит... Я вижу картинку, как реакция на какие-то сообщения, реакции на какие-то события. То есть запрограммированные реакции. То есть это своего рода... Как программа, превращающая человека в биоробота. Хорошо. Вика, на счет три ты увидишь, сколько частичек души не хватает у Софии. Один, два, три. Ну, я вижу вот эти две. Две. И там они... С этой стороны сейчас они так поделились, вот это где-то в черной, как будто бы их 11. А та, которая в белой, та одна. Такая побольше. Но вот эти все 11, они связаны с этим, они идут в сектор вот этого интерферента, и они все связаны с этой подключкой от ЕГЭ. Вот это раздробление ее души. Я спрашиваю, София, увидит ли она, что происходит? Да, сейчас я смотрю, как будто бы ее глазами, она говорит, что видит. Я ей говорю, что она сейчас может зайти в каждый из тех моментов, когда она дала соглашение на то, чтобы вместо ее частицы души была поставлена какая-то черная энергия, отменить эти все решения в каждом из тех событий и произвести замен, вернуть себе все частицы души на место и вытолкнуть, отдать все то, что ей не принадлежит, эти черные энергии, и предварительно очистить свои частицы души от чужеродных энергий и программ. На счет три, София все это сделает. Один, два, три. Я вижу, она это сделала и отправила эти черные частицы, которые как угольки, в сектор интерферентов. Они все ушли, она закрыла портал, но с этого же сектора, с этого же портала идет еще такая толстая подключка к той душе, которая, она как будто бы запечатана. Она больше всех, эта часть, она похожа на яйцо. Это тоже подозрительно, потому что на душу оно не похоже, она не светится, она похожа на скорлупу яйца. И сейчас я просканирую это яйцо и вынесу изображение, что там находится внутри. Я считываю, что это не ее душа, это хитрость, чтобы она вернула это. Там находится зародыш матки, то есть вот этой насекомого, и считывается информация, что они считают Софию подходящим донорам, чтобы выращивать эту матку. Я подумала, почему. Я вижу, что София воспринимает себя как частицу этой матрицы. Но я говорю, что это дело поправимое. Я спрашиваю, София, увидит ли она, что происходит. Я говорю, чтобы она накрыла банкой, пусть в банку поместит это яйцо. Я вижу, как в банке все появилось. Это очень черная энергия. Я говорю, София, чтобы она выбросила эту банку, чтобы она позвала, призвала силы кармы, а также оповестила все Вселенные о нарушении ее прав, суверенных прав, об этом обмане. Пусть видят и знают все, потому что... Делает это? Да, она это делает. Я вижу, что силы кармы, и она перемещает эту банку на уничтожение в портал, где все горит. Также силы кармы отодвигают и закрывают тот портал, с которого это все вышло. Он закрывается. Хорошо. Сейчас ты увидишь, все ли частички души Софии на месте на счет 3. 1, 2, 3. Сейчас я не могу это сказать, потому что сквозь нее идет такое разделение. Она надвое поделена через вот так вот на правую и левую половину. Вся ее правая половина какая-то неестественным белым светится, а правая половина вся черная. Я спрашиваю у Софии, увидит ли она, что происходит в ее пространстве? И вот из-за этого у нее вот это колет в глаза, вот она говорит, что она видит, но то, что она чувствует, что ее колет в глаза, это именно признак того, что она находится в этой матрице. И я спрашиваю ее, чтобы она считала информацию, считала эфирное ДНК и просканировала эту чужеродную матрицу, чтобы она ее отделила от себя. сможет ли она это сделать? Я вижу, как я это сделаю. Один, два, три. Она, да, она отодвигает эту черно-белую матрицу. Почему я еще не понимаю, почему это черное, белое, и сейчас я вижу вот такие квадраты, как будто бы шахматная доска. Но шахматная доска, она такая вся как-то поплыла. Вот эту энергию, вот эту матрицу она вынула. А сейчас я говорю, чтобы она ее отодвинула. Это все находится внутри ее энергосферы. И считала эфирное ДНК свое собственное. И я говорю, чтобы она мне сказала, какая разница. В чем разница этой матрицы, этой компьютерной игры, скажем так. И ее самой. Она мне показывает душу. То есть это самое главное отличие. Я говорю, кому принадлежать душа, чтобы она встала на сторону. И она приближается к сектору первоисточника и выходит. Она буквально как будто бы выходит с этого какого-то шара. То есть получается так, что шар в шаре. И она как будто бы выносит буквально с этого шара. И ее вытягивает буквально эта энергия между ее душой и первоисточником. Такая же по энергии, как нить, как луч, который ее как будто бы забирает с этой матрицы. Эта матрица как шар. Я говорю, чтобы она отправила эту матрицу в портал на утилизацию и на уничтожение. Она отсекает это и отправляет в портал. Сжигает. Портал закрывает. Сейчас я вижу, что она вот сейчас как будто бы рождается. У нее такие... Она выглядит как ангел, как будто бы этот ангел сидел в каком-то яйце. То есть вот как цыпленок вылупляется с яйца, он такой весь мокренький. Вот такой вот этот ангел, который начинает себя осознавать, и у него появляется эфирная защитная сфера, которой вот не было раньше. То есть, да, интересно. Хорошо. А сейчас ты можешь считать, все ли частички души на месте? Да, сейчас я могу. Сейчас я спрашиваю София. Она как будто бы ищет что-то. Я говорю, что она ищет. Она не может найти одну частицу души. Я говорю, что все частицы души принадлежат ей, и пусть она прикажет. Я вижу, что она где-то находится как будто бы в секторе подписания контрактов и принесения в жертву. Я говорю, чтобы она показала тот момент. И я вижу, что это касается групповой медитации. Сейчас я вижу в секторе магии и колдовства возле левой ноги вот этот, как юла, это сооружение. Посередине стоит ельбе. Вокруг люди сидят. Собирается энергия. И в эфирном плане вот эта Елена находится внутри этого портала. Он проходит сквозь нее. И то, что она говорит, это все обретает совершенно противоположное значение. И это такая огромная змея, которая вещает. Она поднимается вот так. И она буквально берет, вырывает частицы души и перекладывает частицы души Софии. И перекладывает в этот сектор жертвоприношения. Хорошо. Спросила София, видит ли она, что произошло? Да, она плачет. Я говорю, что плакать не нужно. Она просто может зайти в зону принятия решений, зайти в тот момент, потому что время это энергия, она принадлежит тоже ей. Она может зайти в тот момент, когда София решила впервые посетить эту медитацию, групповую медитацию СЕГЭ. И отменить этот момент. Она никогда там не была. И сейчас я вижу, как происходит мгновенная замена. Вот. Запрещающий красный знак, то есть она отменила это событие. И с этого сектора жертвоприношения ее душа идет к ней. Я говорю, чтобы она ее очистила предварительно от чужеродных влияний, энергии, вирусов, чтобы она сканировала и пустила в себя только то, что принадлежит именно ей и соответствует только ее эфирному ДНК. И в этот момент ее грудь разрывается и выскакивает вот эта черная энергия, которая это как будто бы она в морду этой змеи, которая вот с портала, где Елена стояла. Я говорю, чтобы София вытолкнула все, что ей не принадлежит из области своей души, своего подсознания, восстановила работу внутреннего критика, убрала все воздействия гипнотические за все время ее пребывания в физических в отношениях, в прошлом, настоящем и будущем, чтобы она изменила все те моменты, отменила их, когда она шла против своей души, когда она принимала решения, которые вредили ее душе, и пусть она все вытолкнет, и пусть рану свою заживит. Да, она это сделала. Я говорю, чтобы она сейчас почистила все свое пространство, и вот это пространство с этими энергиями, где это изображение этой медитации групповой, она может это все собрать, сжать в шар, выбросить в портал на утилизацию, стереть со всех информационных полин, она это все делает. Вот. Да, она это сделала. Хорошо. Как сейчас выглядит ее эфирная тема? Сейчас она выглядит сияющим ангелом. я думаю, что сейчас она может разбудить свою генетическую память, убрать все программы, просканировать все свое тело, абсолютно все свое тело, каждый участок своего физического тела и эфирного, и убрать все программы, блокирующие ее генетическую память, убрать все гибридизации, все то, что ей не принадлежит. Все программы чужеродные, все блоки, которые блокируют ее, она может убрать. и я вижу что-то такая черная энергия, вот такая, будто с каждой клеточки стекает, такая вязка, и она отсекает, отправляет в портон. Хорошо. Сейчас я говорю, что она выглядит как ангел, сияющий ангел. Я говорю, что она может сейчас вспомнить тот момент, когда во вселенной не было врага, когда была абсолютная гармония, благодать. Она жила тогда, она была тогда, как свободная душа, и она может вернуться в тот момент. На счет три, София, вернется в этот момент, и ты увидишь. Один, два, три. Она вынырнула недалеко от света первоисточника, там есть такая какая-то преградка. Но она вот вынырнула именно там, где свет первоисточника. Хорошо. Спроси ее, в этом времени нету врага? Вселенная свободна? Да, она посмотрела, говорит, да, свободна. Хорошо. Что она чувствует? Она говорит, что она чувствует защищенность, покой, умиротворенность и ласка. Хорошо. Пусть она полностью наполняется этими энергиями каждую свою клетку. энергиями. она наполняется. Я говорю, чтобы она возвращалась в наше объективное время. На счет три София вернется в наше рабочее пространство. Один, два, три. Да, сейчас я вижу, что ее энергии обрели другой, другие характеристики. Она стала спокойная. Я говорю, что сейчас она может запомнить это состояние и запомнить, сканировать это эфирное ДНК этих энергий абсолютной чистоты жизни и привести в соответствие все свои программы, энергии, все эфирное ДНК и физическое привести в соответствие этим божественным энергиям. Это ее первоначальная первоначальная чистоты эфирное ДНК. Потому что она наполнилась только своими собственными энергиями. Они принадлежат ей. И сейчас она может просканировать и запустить процесс омоложения, перехода в новое состояние, абсолютно совершенные. Совершенное здоровье, совершенное тело, совершенные отношения между сознанием, подсознанием, своим духом, душой, телом обрести это единство, к которому стремится каждый человек. Я говорю, что все, что мешает и препятствует этой программе, программе ее цели, абсолютной свободы, она может или выбросить, или перемодулировать. Таким образом, чтобы все ее внутренние убеждения были переориентированы на абсолютную свободу, абсолютное здоровье, абсолютная жизнь, красота и успех, чтобы все ее энергии, программы соответствовали этому эфирному дынка чистых вибраций. Насчет ее 1, 2, 3. Да, я вижу, получается, что из седьмой чакры что-то как будто бы какая-то сущность выскочила, энергия какая-то зеленая. Я говорю, что она может сделать все, что хочет весь ее организм физический сердце, ее эфирные тела подчиняются ее боли, подчиняются ее духу. Я говорю, чтобы она отсекала, вытаскивала абсолютно все эти, потому что это сущность какая-то, это как не сущность, я не знаю, что это такое, какое-то такое аморфное тело, и она вытягивает, вытягивает изнутри, и что-то тянется еще. Я говорю, чтобы она выбрасывала это все в портал, очищала абсолютно все свое эфирное тело физическое, да, она выталкивает ее эфирное тело так зарастает. Я говорю, чтобы она выбросила эту штуку в портал. Это гибридизация. и сейчас она может наполнить все свои пространства своими высокими вибрациями этих фрактальных энергий абсолютной чистоты и жизни. Это сделает. Один, два, три. Что-то начинает пульсировать, пульсировать, и я вижу, что у нее в сердечной чакре что-то есть. Я говорю, что она может перемодулировать свои собственные частоты или вытолкнуть и выбросить то, что не принадлежит ей. И я вижу, что выталкивается какая-то часть в сектор. тот сектор он снова проявился как лаборатория в секторе колдовства и магии. И возвращается ее эфирная ДНК. То есть вместо ее эфирного ДНК была поставлена какая-то чужеродная программа. Она выходит, ее буквально выталкивает изнутри эти высокочастотные энергии. Я говорю, чтобы она вот эту свою часть ДНК, которая находилась в этой лаборатории, которую считывали до сих пор эти колдуны, пусть она ее очистит от чужеродных программ. Все чужеродное выталкивает, Елена подскакивает, хватает эти черные энергии, которые отлетают. Также уходят вот эти она поднимается вверх, а вот эта лаборатория, которая находилась в правой стороне, Елена тоже как-то собирает это все и туда в портал. Теперь я говорю, что она может призвать карму оповестить о нарушении ее суверенных прав все вселенные, показать всех виновных, рассказать о них и оставить информацию в общем доступе для всех вселенных. Сейчас ты вижу, что пошел такой удар от первоисточника и закрыл тот портал. Хорошо. Хорошо. Давай пройдемся по некоторым аспектам. Пусть София покажет, осталось ли у нее что-нибудь от Кашпировского. На счет три ты увидишь. Один, два, три. Нет, сейчас нет. Отлично. Идем дальше. Тогда пусть София покажет, осталось ли у нее что-нибудь от Галактической Федерации Света, где она призывала на помощь. Один, два, три. Подключик никаких нет, есть только память эфирная. Я говорю, что она может это стереть, отменить, зайти в тот момент и отменить это событие. Да, она это удалила, отменила. отменила. Отсоединяйся от этой ситуации. Следующая. Пусть София покажет, осталось ли у нее что-нибудь от медитации Мельхиседбек. один, два, три. Тоже это осталось как в памяти, подключки как таковой нет, она держится на третьей чакре, то есть оно будет до тех пор, пока она не решит, не то есть это делается путем ее воли. на самом деле это намного проще и легче работает, чем люди себе думают. Вот, она это все отменила, оно просто выходит, она вытирает, стирает информационных полей. Хорошо, отлично, отсоединись от этой ситуации. Пусть София покажет, осталось ли что-нибудь от православного эгрега. Один, два, три. Сейчас нет. Сейчас нет. Так, пусть она тогда отменит свое решение о крещении внуков. Здесь нигде нет, она отменила. Ничего уже нету, да? Нет, когда оно есть, оно все вот так в рядочке висит. Отлично. Хорошо, отсоединись от этой ситуации. Пусть София покажет, осталось ли у нее что-нибудь от рейки от рейки? Один, два, три. Нет. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Идем дальше. В 14 лет не хотела жить, сидела у окна, ночью говорила, луна забери меня. Она хочет отменить этот момент. Пусть она это сделает. Вот я вижу, что луна ее и забрала. То есть, то, что она хотела, она получила. и ей это устроила ЕГЭ. То есть, эта матрица, которая спускается с помощью этой голограммы, она как раз ее и поклотила. И она говорит, чтобы она зашла в тот момент. Да, она отменила этот момент. Да, это все ушло. Она легла спать, не сидела там. И это все ушло. Я говорю, чтобы она стерла с информационных полей всю информацию об этом событии. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Идем дальше. София видела страшный сон про дочь Анастасию. Она ходила в Болгарии к женщине. Та гадала на картах, потом что-то над головой читала молитву какую-то и сказала сделать ритуал с фото дочери. Когда она отменит этот сон, у нее изменятся все варианты событий. и отменятся вот эти все. Я говорю, чтобы она зашла в тот момент, когда она спала и видела этот сон. Да, а сейчас, чтобы она зашла перед тем и запретила вторгаться в ее пространство сна, кому бы то ни было. Да, она отдала этот сон всех интерферентов, отсекла его. Все, она это событие изменила, я говорю, чтобы она сожглась, стерла со всех информационных полей, ничего не было. Да, я вижу, она утром просыпается, все бодрые, веселые, выспанные, все прошу. Хорошо. Также она посоветовала дочке насчет внука Артема проделать тоже какой-то ритуал. Пусть она отменит свое это решение. Пусть она покажет есть ли что-нибудь насчет избавлений. Два, три. Это что-то связано с какой-то зацепкой в ее сердечной чакре. Я говорю, что она может это решение взять вместе с этим крючком. Вот сейчас у нее получается. Она буквально вот этот крючок вынимает и выбрасывает в портал. То есть это не было ее решением, это было навеяно этим интерферентом. Ну вот она интерферентов как бы давным-давно от них избавилась, но вот эту то есть нужно понимать, что если она избавляется, то разрешать всем событиям отменяться всем событиям, которые были следствием этого первого события. это как например можно слепить из снега такой маленький комочек снега, а потом катать, 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 сделать снежку, а потом катать, 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 и можно сделать огромный шар. Но если это так похоже, все эти события за всю жизнь могут держаться на одном единственном событии, которое было таким маленьким незначительным. убрать это первое событие, тогда этого снежного кома, этого шара огромного не будет. Но когда он не просто не будет, должно пройти какое-то время на физическом плане, подсознание иррациональная часть, они постоянно работают, взаимодействуют между собой и отменяют все эти события. То есть нужно разрешать этим всем событиям отмениться. Хорошо. Так, отсоединись к этой ситуации. Идем дальше. София. Так, давай такой момент посмотрим. Муж когда-то проклинал Софии. Есть ли какой-то негатив от этой ситуации? Пусть София покажет насчет три. Один, два, три. Да, я вижу, что в тот момент была сделана им порча. Порча, которая идет на родовое древо. И это интерференты его склоняли к этому. Тот единственный раз, когда она ему противилась и отправила его проклятие обратно, она правильно сделала. Каждому, кто пытается навязать негативные программы, эти негативные программы нужно сразу же отправлять тем, кто их пытается установить. Это очень четко видно даже по комментариям, как разные доброжелатели, ведьмаки пишут нам эти формулировки. То есть сразу отправляем туда, откуда они пришли. Пусть забирают карму никто не отменял. Я говорю Софии, что сейчас она может зайти в каждый из тех моментов, когда этот мужчина проклинал ее, она мать его детей, таким образом она женщина, ее подсознание было открыто, и она, потому что мужчина должен защищать женщину, не проклинать. То есть это противоестественно. Пусть она каждый раз, в каждом из этих событий отдаст ему, прикажет, чтобы он забрал все эти энергии воздействия программы пусть забирает и отправляет это туда, откуда оно все пришло. На счет три София все это сделает. Один, два, три. Да, она буквально вот так выталкивает эти энергии, эти подключки, кто куда, откуда, от мужа к интерферентам. Я говорю, чтобы она вместо этих проклятий положила энергию туда, энергию жизни, и она вот эту фрактальную энергию ввёт и вложит туда. Я говорю, чтобы она распространила этот свет по всему своему родовому древу, во всех направлениях, а эти проклятия, эти все негативные программы, пусть удаляет портал и уничтожит это всё. Да, она сделала, портал закрыла. Сейчас я вижу, как её родовое древо восстановилось, и я говорю, чтобы она позвала всех своих родственников, всех воплощённых и невоплощённых, всех с её рода, и передала информацию о том, чтобы они воспользовались этой энергией, каждый чтобы взял чистую энергию жизни и воспользовался, изменил, заменил все свои погрешные гены на чистые первозданные энергии и первозданные чистоты ДНК. красиво выглядеть. Хорошо. Пояс с первоисточником соединился? Сияет, да, сияет, все пришли, каждый из своего взял эту энергию и распространил по своему древу. Это на самом деле, это на самом деле все работает и придет, например, там сколько тысячи лет и человеческий род возродится полностью. А сейчас мы только стоим на пороге этого и на наших глазах будут происходить вот эти изменения в лучшую сторону. Хорошо. Отсоединились от этой ситуации. Идем дальше. какой-то мужчина делал гипноз мужу Софии от пьянства, насколько я понял, и потом этот же мужчина смотрел Софию. Она хочет знать, не осталось ли какого-то негативного воздействия от этого мужчины. Пусть покажет. Один, два, три. Лучше формулировать эти вопросы, что я хочу освободиться или изменить. Я ее спрашиваю, хочет ли она отменить. Конечно, что последствия всегда остаются. Но если отменить эти все воздействия, да, она его отменяет, этот сеанс, и он уходит. я говорю, чтобы она дала все последствия, которые были в прошлом, настоящим и в будущем. Все, вышвырнула этого человека. Потому что гипноз это всегда человек, нормальный, адекватный, человек, который принадлежит человеческой расе, и который имеет светлую душу, он в принципе не может позволить себе пользоваться энергиями тьмы. Он не позволит себе даже зачитывать какие-то аффирмации, то есть внушать свою волю другому, потому что у него внутри есть вот этот барьер, есть уважение к законам светлых чистых вселенных. И он свято соблюдает это на генетическом уровне, не вторжение в пространство другого существа. Поэтому любой гипноз, абсолютно любой, это нарушение, это не из нашей вселенной, это принадлежность к тюме, это чужая матрица, это не наша. Хорошо. Стирает все. Хорошо. Пусть стирает. Так, отсоединись от этой ситуации. Идем дальше. Пусть София изменит такие события. Мама в детстве говорила, например, надо было вас в ведре утопить. Если остались какие-то программы от этого, пусть она найдет и удалит. И вообще может изменить это событие. ну, я вижу, что мама говорила руководимой ее интерферентами, но это не на ее роде, а может это уже и не видно, потому что я вижу, что шли энергии, и они возвращаются, а ее родовое древо в порядке. я говорю, что София сейчас может пригласить маму сюда и попросить, чтобы мама отменила все эти моменты. Она это сделала, я говорю, чтобы она передала маме информацию о своем освобождении. Мама попросила прощения у нее. Также пусть мама не уходит. такая ситуация была. Мама хотела сделать аборт. Я так понял, когда была беременная София. Правильно? Пусть она попросит маму тоже эту ситуацию изменить. Твои такие мысли. Да, и жена заходит в тот момент, когда мать была беременна. Да, мама отменяет свои мысли и уходит такой блок отвержения, как камень. Хорошо. Подсоединись от этой ситуации. Также пусть София пригласит своего отца и попросит его тоже изменить все события, когда он говорил какой-то негатив в сторону Софии. Он не хочет прийти, он отмахивается рукой. Я говорю Софии, что она может просто отменить все эти реакции, что она может пойти в тот каждый из всех моментов, когда она обижалась на отца, когда ей она чувствовала несправедливость. Пусть она в этом каждом моменте посмотрит со стороны ее теперешней жизни, и на самом деле ей уже все равно как относился к ней ее отец, потому что она понимает сейчас, что все человечество страдает от интерферентов, которые интерференты насадили свою парадигму поведения, скажем так. Ее отец тоже был под влиянием интерферентов, и она может просто изменить реакции на равнодушие, ей все равно. И огромный этот ворох этих энергий негативных, на которых буквально привязан ее отец, она выбрасывает портал на утилизации, и я вижу, что как будто бы со стороны интерферентов с их откуда-то, они так смотрят, как бы это была очень хорошая зацепка для них, а сейчас ее нет. Хорошо. Также пусть София уберет все какие-то привязки ко всем людям. На счет три пусть она их найдет и уберет. Один, два, три. да, я говорю, чтобы она всех людей, которые находятся в ее пространстве, вместе с крючками убрала и пусть уходят. Дверь всегда открыта, пусть уходят, каждый куда хочет. Ну, она как будто бы метлой шуганула и все ущемы. Хорошо, отлично. Отсоединись к этой ситуации. такой еще вопрос. Есть ли какой-то блок или причина для курения Софии? Один, два, три. Сейчас я увидела лярву. Есть, да? Это программа, да, это программа, но она должна понимать, что эта программа поддерживает тоже и она зависит от ее воли. Я говорю, что она может сейчас проделать такой фокус, взять эту лярву, посадить в банку и вот она такая довольно большая. А сейчас направить на эту лярву в силу своей воли и уничтожить ее там в банке. и она уничтожила и этот хвостик отсох и она берет этот хвостик отрывает от себя и с этой баночки выбрасывает в портал, выбрасывает сигарету туда в портал. Я говорю, что она сейчас может почистить все свое пространство на уровне души, на уровне физических, физического тела и эфирных и очистить все свое личное пространство внутреннее от воздействия никотина, других отравляющих веществ и убрать эти программы на курение. На счет три, София все это сделает. Один, два, три. Я вижу, что она собрала как будто бы выдохнула такой вот шар дыма и все там эти скуренные сигареты там. Я говорю, чтобы она все вещества со всех клеточек своего организма вынула тоже с мозга все эти отравляющие вещества наркотические. Вот она этот шар закрутила. Я говорю, чтобы она на эту подключку с крючком вытащила, на какие энергии или блоки эта программа привязалась к ней и выбросила в портал на уничтожение. Это все программа. Я вижу, что подключка на самом деле черного вот этого цвета. Это программирование этого четвертого измерения этих паразитов. они программируют, чтобы человек уничтожал сам себя, уничтожал свое эфирное пространство и способность, конечно же, к ясновидению. она буквально выплевывает это все, счищает, отвергает. Молодец. Я говорю, что она может пойти в тот момент, когда она впервые взяла сигарету в руки и отменить этот момент. Она никогда не курила. Изменить свое решение. она из меня сделал. И это точно связано с этой программой черное-белое. То есть это связано с этой программой, которая фактически стирает различия между добром и злом, между тем, что полезно и вредно и так дальше. То есть делает такой смешение, как Вавилон. Непонятно ничего. Хорошо. Леника. Отсоединись от этой ситуации. Теперь София хочет передать информацию о своем освобождении. Сейчас я буду называть. Пусть она зовет и передает информацию. Ушедшие. Мама Роза. Отчим Роберт. Бабушка Катерина. Тетя Мари. Подруга Ольга. Теперь живые. Дочка Оксана. Анастасия. Валерия. Артем. Тимур. Зять Христо. Александр. Виктор. И все остальные, кого она захочет позвать, кто захочет эту информацию принять. также пусть пусть она если захочет оставит эту информацию в свободном доступе в эфирном пространстве для всех желающих. Да, она оставляет информацию. Она передает. Она сначала всем передавала, а потом оставила тут. То есть как будто бы распространила эту информацию в эфирном пространстве. Вот и лично. Отсоединяйся к этой ситуации и посмотри сейчас на эфирной философии как она выглядит. Спроси у нее мешает или еще что-нибудь. я вижу что у нее как-то как будто бы с левой стороны нет это правая сторона с правой стороны где печень какая-то энергия пошла я говорю чтобы она выровняла всю свою энергетическую сферу чтобы она равномерно распределила энергии по всем своим чакрам энергетическим каталом проверила нет ли чего-то лишнего что ей мешает что ей не принадлежит да я ее спросила почему такой перекос был она сказала что она как бы еще не привыкла работать с этими энергиями я говорю чтобы она привыкала сейчас она увеличилась в размере сияет все хорошо сейчас ничего ей больше не мешает говорит нет хорошо спроси у нее мы для нее все сделаем на этом сеансе она еще хочет чтобы мы помогли ей наполнить квартиру дом ее энергиями я говорю что она знает как это сделать пусть она распространит эту энергию по всем пространствам своим внешним пусть она распространит этот свет энергию жизни на свой дом на свою семью на все свои дела на все что касается ее рука ее разум и очистит свой дом пространство внешнее от всего негативного и отправит весь негатив туда откуда он пришел и распространит жизнь свет радость я говорю чтобы она приказала этой темной энергии немедленно покинуть ее пространство вот это матричная черная энергия я говорю она хозяйка в своем пространстве это наше измерение это наша вселенная и никто не имеет права нарушать наши границы она закрыла портал я говорю чтобы она почистила все свое пространство своего дома своей работы своих всех дел убрала все негативные энергии а все что принадлежит ей и что ей не нравится она может перепрограммировать энергию успеха радости жизни да сейчас она это сделала вот когда не образовался большой шар то есть она взяла под свою под свой контроль свою энергетическую сферу все свое личное пространство это внутреннее и внешнее хорошо да сейчас она говорит что мы все для нее сделали и она вот так хорошо тогда мы с ней прощаемся от соединись от всех и от всего проверяй пространство вокруг себя все ли чисто да все чисто будем выходить сейчас я посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю ты будешь чувствовать себя вдохнувшей ты будешь чувствовать себя превосходно один два три открывай глаза софия включайте микрофон моя золотая какую твою работу сделала Тарас я вас очень люблю вы такие молодцы даже больше чем надо сделали я чувствовала каждой клеточкой своего тела сначала когда мы сели у меня такой ноги мерзли я надела на себя толстую кофту потом чувствую что так происходит то там то там жар появился я тихоньку оздеваться сижу и вспомнила про ноги ноги то у меня на месте какая-то невесомость такая вот легкость такая стала Вика я Тарас я вас так благодарю вы просто себе не представляете мне однажды очень хороший человек сказал когда нужно было расторгнуть с ЕГЭ все вот эти вот контакты и я пообщалась с этим человеком и она мне однажды сказала как ты можешь жалеть человека вот представь себе заползет тебе змея в дом ты что будешь ой какая она хорошая а ну я ее боюсь я ее буду жалеть на меня это так подействовало вот даже себе представить не можете и я думаю это должны знать все я стала расторгать там там давай писать что люди очнитесь посмотрите что вы делаете там уже места нету куда скидывать вот эту всю гадость люди должны это понять ну я тоже молодец ну благодаря вам я большой молодец это точно я желаю вам счастья здоровья любви освобождения всей нашей планеты земля это что-то вот так совпало Вика что сегодня идет сеанс у меня а вчера вечером я наткнулась на такое видео меня интересовал этот коронавирус что происходит почему происходит и получилось так что в Америке вы же живете вы же знаете это все вот бы хорошо сделать знаешь вот по этому поводу ну как это посмотреть вот это разоблачение дело в том что Трамп давно готовился к разоблачению вот этих гадов этих всякой твари которые уничтожают детей пьют ихнюю кровь издеваются над ними и сейчас как раз вот в это время вот уже скоро закончится должно как они освобождают показывают уже как внизу там подземелье как они бомбят там же Тарарс подходит у них железные дороги там и вот там сейчас все бомбят из подземли выходит огонь взрыв оттуда выходит это сейчас уже я столько репостов уже сделала люди должны очнуться должны понять что происходит а вам чтобы вы маленько осветили вот это вот придут они к концу Клинтон это что-то там и показывает как она младенца режет живого это вообще это уму непостижимо говорят очень осторожно смотрите чтобы не принять себя но я уже многому научилась благодаря Вике тоже не впускать в себя ну хоть что-то мы должны сделать да ну что я могу сделать написать комментарий или сделать просто репост чтобы как можно больше людей поняли в чем вообще дело как мы должны ищутся ну да да каждый на своем месте каждый самое главное что мы не одни что вселенная за нас вот главное сейчас беречь себя и мы за нее да говорят еще немножко и это нечисть ей пипец ей уже пипец не переживать спасибо вам большое огромное огромное у меня нет слов таких чтобы вас отблагодарить обнимаю целую люблю благодарю мы вас тоже разрешите ролик опубликовать это будет хорошая благодарность да конечно разрешаю пусть может быть кому-то что-то поможет кто-то стесняется рассказать о своих переживаниях или еще что-то может кто-то почерпнет что-то хорошо лицо можно открытым оставить да чё ж меня там ладонь не видно отлично отлично благодарим спасибо вам большое я вас благодарю на здоровье до свидания до свидания до свидания пока